здравствуйте с вами снова александр я расскажу вам сегодня о детском автомобильном кресле от компании хейнер это немецкий производитель достаточно очень таких вот интересных кресел вообще хейнер бренд на мой взгляд за последние пару лет сильно из догоняющего бренда превратился в хорошего конкурента топовым немецким брендом соответственно кресло интересное называется хейнер капсула protect 3d это первая категория с 9 месяцев до 18 килограмм это где-то три года я сегодня вам расскажу об этом к если покажу как она крепится как им пользоваться вообще что это такое так что давайте сегодня с вами его вместе изучать будем пиздец и повторюсь технические характеристики этого кресла с 9 месяцев до трех лет соответственно когда мы будем пользоваться этим креслом 9 с 9 месячным ребенком здесь в этом кресле есть классная фишечка которая кстати многие бренды вот почему-то вот и как-то делает не совсем это так грамотно и качественно как вот хейнер я имею ввиду вот этот вкладыш для маленького ребенка здесь вкладыш не одно название здесь полноценный удобный анатомический вкладыш который дополнительно фиксирует ребенка маленького фиксирует его головку спинку попу здесь реально очень классная посадка я много раз видел как здесь сидит ребенок она очень сильно удобная конечно же если будет зима будет верхняя одежда комбинезон чеки там еще чего-то наверно вклады все таки придется убрать потому что он не рассчитан для хорошо тепло одетого ребенка да и вообще производители не рассчитывают на детей вверх и зимней одежде они сюда конечно не будут помещаться вот поэтому прогрели машину снимайте верхнюю одежду вот а так будет прекрасно сидеть ребенок очень хорошо уютно себя чувствовать ребенок подрастает мы берем этот вкладыш очень легко и просто отсюда демонтируем одну часть единственная верхнюю часть чтобы снять нужно отстегнуть ремни но я сейчас не буду показывать но нужно это делать именно только таким путем вот соответственно вот сами видите она превращается достаточно большое кресло и и просторное поэтому за нехватки места для ребенка в этой модели вы ощущать ребенок точнее говоря ощущать не будет здесь предостаточно места для ребенка вообще классно реально тут очень классно сидеть ребенку он очень удобно и по крайней мере детям нравится когда они в них сидят вот это что касается маленького ребенка и подросшего ребенка крепится они естественно пятиточечными ремнями на обратной стороне ремней накладок используется такая прорезиненная ткань на материал не знает резина и на и есть что-то такое непонятная куда смесь тканью вот это зелено для того чтобы дополнительно удержать ребенка чтобы не проскользнул по ремню при них дай бог нам дтп естественно снизу мягкая накладка на паховую зону все это естественно есть вот что касается еще безопасности здесь установлена дополнительная система которая гасит энергию удара при боковых дтп это тоже очень классно никто не знает не дай бог конечно никому не желаю что вообще дтп были но если удар сбоку лучше чтобы такая система была она меньше даст снимет больше нагрузки с ребенка поэтому полезная вещь что касается материалов материалы здесь я считаю ну просто великолепные особенно вот это вот вся боковая часть она как будто бы не знаю из алькантары сделано вот очень приятная ткань прям вот вообще супер и самое главное вот весь вкладыш детский сделал тоже из этого материала тактильно лицу ребенка вообще вот будет просто супер поэтому что касается ткани здесь вообще все великолепно вот летом кстати тоже дети особо в такой ткани не потеют реально здорово так теперь давайте посмотрим что у нас есть для комфорта для комфорта соответственно нам нужен наклон чтобы реализовать наклон здесь спереди есть кнопочка которую мы нажимаем соответственно и в этот момент тянем по количеству положений я вам точно не могу сказать здесь нужно эти промежутки уловить там щелкань эти но ими никто не пользуется вы или посадили или положение отдыха полностью перевели кресло крайними положениями обычно все и пользуются вот что касается положения вы прекрасно видите но это не лежачие естественно и нельзя лежать лицом вперед когда ребенок едет но очень неплохой угол наклона в дальних поездках я думаю прекрасно будет себя чувствует ребенок так это что касается комфорта теперь давайте посмотрим как это кресло крепится в этой модели нету изофикса вот ну он и не нужен здесь и без этого все в порядке есть здесь хорошая система натяжения ремня чтобы установить здесь нужно высвободить один фиксатор который вот такой вот металлический фиксатор который держит весь механизм после чего мы приводим спинку кресло в лежачее положение образуется у нас вот такой вот в проем здесь вы видите специальные зажимы это и есть натяжители ремня вот через них пропускаем ремень если кресло с этой стороны справа да если ремень с этой стороны тогда ремень проходит в этот направляющий если с этой что в моем случае то в этот направляющий поэтому сейчас я буду крепить с этой стороны покажу вам как это все делается ремень можно в принципе полностью вытащить зафиксировать его снизу есть красный направляющий чтобы нижний ремень там прошел потом тянем за верхний чтобы нижний натянуться это стандартная схема везде так надо делать все просовываем после чего вот в такой фиксатор с моей стороны засовываем ремень вот очень сильно от души натягиваем прям вот прям вот что есть силы потому что в этом то и вся фишка и фиксируем после чего это кресло оторвать невозможно она более жестко зафиксирована чем на изофиксе у того же изофикса есть небольшой люфт здесь его вообще нет этого люфта поэтому что касается крепления вот этот вариант не хуже на мой взгляд не особо хуже чем изофикс хотя говорят что типа изофикс получше вот но можно и сэкономить это что касается крепления по большому счету все рассказал что хотел вам рассказать по поводу этого интересного кресла а я же не зафиксирован пардон потом после этого всего проводится обратно трубочка чтобы зафиксировать спинку к все пропустили и защелкнули вот теперь все это намертво держится не забывайте как я сейчас это сделал так нельзя обязательно фиксатор оставьте обратно в принципе все что хотел рассказать я вам рассказал на мой взгляд отличное кресло просто вот реально отличное переплачивать за более дорогие немецкие бренды ну не знаю дело ваше если вам очень важен бренд слова у меня там вот то делайте это конечно но это вот хорошая золотая середина тот же немец тоже очень высокого качества с очень высоким уровнем безопасности с по сути с использованием тех же технологий что и у топовых брендов но за более умеренные деньги в этом то и прелесть всего этого бренда поэтому реально рекомендую обратить внимание на кресло это если вы хотите купить дешево сердито хорошего немца с хорошим уровнем безопасности с хорошей тканью с хорошей комфортной посадкой для дальних путешествий но кстати очень хорошо подходит собственно это все вот и и хочу большому магазину мир автокресел сказать спасибо за то что предоставили на обзор нам это кресло спасибо а вам хочу пожелать хорошего грамотного выбора и удачи до свидания спасибо спасибо um Продолжение следует...